Моя возлюбленная жена едет на пике с Масей сзади. Мы все едем со встречи с пасторами. Мы провели очень хорошее время, потому что нас пригласили сегодня на одно мероприятие, которое было посвящено тому, как быть более эффективными в этом районе, как посвятить больше всего людей в истинной Евангелия и как размножаться церквам здесь, как планировать церкви. И нас пригласили на одно мероприятие, которое было посвящено как раз вот этим темам. И мы сегодня очень классно провели время с теми пасторами, которые там были. Там было два епископа, и они только в течение этого года вдвоем открыли 15 церквей. И сейчас еще они работают над тем, чтобы открыть еще пять церквей. Но они сталкиваются с другой проблемой, что люди приходят, каются, и не хватает людей, не хватает пасторов, не хватает учителей, не хватает тех людей, которые могли бы обучать даже пасторов пасторскому служению. И вообще, что такое пасторское служение? Потому как бы вот они сталкиваются с вопросом, что приходится достаточно много новобращенных верующих ставить какие-то позиции, и потом начинаются большие проблемы в церквах. И вот как бы их интересует вопрос, как это все возможно решить, и что можно сделать с этим. Потому мы сегодня говорили об этом, планировали различные события, мы планировали о том, что мы говорили, что мы можем начинать какую-то образовательную школу, которая будет посвящена вот именно образованию лидеров, пасторов, в которой будет даваться основы какого-то учения Христова, будет даваться основы учения о пасторском служении. И вот как раз вот в таком формате у нас сегодня проходил разговор и конференция, которая запланирована на 7 января. Мы тоже приглашены на эту конференцию, мы будем одни из спикеров там, и мы будем проповедовать там и говорить о служении, о миссии, об образовании церквей. Так что на самом деле Бог очень интересные вещи делает здесь, в этой стране. И мы очень счастливы и благодарны Господу, и благодарны тем людям, благодаря которым мы могли здесь оказаться в тени, и пусть Господь вас всех благословит, и ваши вложения в Царство Божие, они не прошли зря, и они не пройдутся на самом-то деле, потому что здесь еще нужны делатели. Здесь на самом деле огромная проблема в том, что не хватает людей, которые были способны преподавать, обучать, и те пасторы, и пископы, с которыми мы сегодня разговаривали, они говорят, да, мы являемся обычными, простыми людьми, которые родились в селе и вышли из села, работали, кто-то работал сантехником, кто-то работал полицейским, и Бог нам сказал оставить работу и заниматься тем, чтобы спасать людей. И вот они живут, вот, живут как попало, живут над чем попало. Но они очень верны Господу, и Господь это каким-то образом и восстает, и их благословляет. И потому, друзья, Кения нуждается в миссионерах. Кения, как всегда, как и, наверное, любая другая страна, она нуждается в делателях. Поэтому всем добро пожаловать. Все, которые открыты с сердцем слуги, с сердцем того, кто отдает, а не получает. Приходить сюда, приезжать сюда, в Африку, приезжать в Кианио и служить здесь людям. Всем добро пожаловать.